Мы поняли понятие церковь, понятие собрания и согласились с тем, что, к сожалению, многие христиане, многие верующие сегодня забыли главную предназначение церкви, главную природу церкви. И церковь, она очеловечилась до того уровня, что она основывается правилами человеческими, она существует правилами человеческими и она играет на правилах человеческих. И от этого у нас огромное количество в христианстве разделений, помните, мы смотрели с вами просто по объему печатного материала, сколько есть различных толков, ответвлений, различных сект, различных конфессий, динамикаций внутри одного из них христианства. И мы говорили с вами, что церковь это общество, общество, которое состоит из людей и строится на чем? На общении. Это важная основа церкви, иметь общение. Церковь строится не на богослужении, церковь строится не на ритуалах, церковь строится не на встречах единоразовых раз в неделю. Церковь строится на комплексе общения, который включает в себя как воскресное богослужение, как какие-то ритуалы, как и какие-то мероприятия, как и проведение совместного досуга, совместного времяпровождения, просто времяпровождения. Не вокруг религиозных каких-то тем или религиозных действий. И вот это общение, оно составляет костяк, который мы называем с вами общиной. Видите, сколько от окоренных слов. Общение, общность, общество, община. И тогда община будет сильной, и она будет выражаться в чем? Мы говорили вчера с вами. В чем община будет являться? В чем она будет явлена? Община. В собрании. Она будет явлена в собрании. Как вы можете показать общину? Вы можете общину показать только тогда, когда она собирается вместе. Только по воскресеньям. На евангелизации, на каких-то мероприятиях, когда она собирается вместе. И если будет сильная община, если будет община построена на общении, на общих интересах, ценностях, времяпровождении, целях, тогда и собрания будут сильными, собрания будут яркими, запоминающимися, включительно и воскресные собрания. И тогда это будет настоящая семья, о которой мы с вами много говорим, о которой мы с вами все и стремимся. И это мы видим на примере взаимоотношений Бога и человека. Бог всегда общался с человеком и всегда общался с обществом человеческим. Адам и Ева, семья. Была создана семья Адаму, чтобы он не был один. Бог всегда интересуется и заинтересован, чтобы была группа людей в общении с ним. Адам и Ева потеряли свое общение с Богом. Мы знаем эту историю. И после этого на протяжении всей человеческой истории Бог возвращает потерянное. И он на примерах эпох библейских показывает, как он открывается человеком. Как он выстраивает новые духовные взаимоотношения с человеком. Человеком, который упал в материализм. Который упал в контекст створного мира. Который мыслит утилитарно. Бог открывается, эволюционирует. И мы с вами рассматривали, как эволюционируют главные понятия взаимоотношения Бога и человека. Главные понятия в жизни человека. Власть, тело, борьба со злом, испытание веры. Что с каждой эпохой, которую мы вчера ознакомились, становятся, эти понятия становятся более духовными и более эффективными. Они больше покрывают большее количество людей. И они доходят наконец-то до своей конечной цели. Имеют хороший результат. На примере борьбы со злом. Помните, мы рассматривали это. Если во времена патриархов зло как бы закапывали, все, что могли сделать со злом. Не было больше ни сил, ни знаний, ни возможности, как зло можно было победить. То уже во Христе это зло поражено на кресте Голгофском. Кровью Иисуса Христа. И оно уже обезжалено. Нет этого жала, нет этой силы, нет этой дьявольской победы. И далее мы вчера с вами также рассматривали по эпохам развития заветных отношений Бога и человека. Мы говорили, что в каждой эпохе есть особое соглашение Бога и человека, которое мы называем заветом. И по этому завету создается, что закон. В законе есть плюс и минус. Плюс это обетование, минус это заповеди. То есть то, что ты получишь, благословение и проклятие. То, что ты сделаешь, что ты будешь иметь, если не исполнишь то, что Бог от тебя требует. И мы увидели с вами, убедились, что эпоха эра церкви является вершиной взаимоотношений Бога и человека. Это самое духовное, самое вселенское, потому что покрывает уже всех людей. Это самая благая, самая благодатная эпоха. И эпоха, в которой Бог поселился в человеке. Некоторые комментаторы, включая отцов церкви, говорят, что даже в Эдемском саду не было такой благодати, которая явлена во Христе. Мы с вами вчера говорили, что в церкви уже возвратились те взаимоотношения между Адамом и Евой, которые были у Бога. Но некоторые говорят, они прошли дальше, потому что в Эдемском саду Бог для Адама и Евы был Творцом. А сегодня Бог стал Спасителем. Разные качества и разный уровень взаимоотношений и общения Бога с человеком. Если в Эдемском саду Бог жил среди человеков, то сейчас Бог живет в человеке. Даже это подталкивает нас к идее в том, что церковь Христова, новозаветная церковь, это сообщество христиан, это есть самое великое, что Бог совершил здесь на земле. И недаром апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, что он поставил его выше всех главой церкви. То есть если глава церкви, это получается, что и сама церковь выше всех находится, потому что церковь это тело его. И та новозаветная церковь, которую мы читаем и которую мы строим здесь на земле, она находится в глазах Божьих, в плане Божьих выше всех. Хотя бы потому, что вся земля и все дела на ней сгорят, а церковь будет забрана на небеса. И так всегда с Господом Богом. Поэтому мы ожидаем нового завета, мы же ожидаем с вами нового витка взаимоотношений, но это уже будет не на земле. Это уже будет в небесах и Иоанн Богослов говорит, сей увидел новое небо и новую землю. Поэтому не зря, мы говорили вчера, мы в новом завете читаем такую фразу, в последние дни. Не зря упоминается эта фраза, потому что больше на земле ничего не может быть, ничего совершеннее уже, кроме небес, ты не придумаешь. Ну, Бог, конечно, может что-нибудь еще придумать, но мы уже этого не постигнем. Потому что церковь в любом случае это тайна. Тайна, которую, то что мы сейчас с вами пытаемся немного постичь эту тайну, это всего лишь начало понимания церкви. И этого достаточно для того, чтобы иметь всю силу и все благочестие, о котором пишет апостол Петр во втором послании своем. Все, чтобы попасть на небеса, все есть. Кровь Христа, сообщество людей, которые имеют общение, с которыми ты находишься в общении, которых Бог заберет на небо. Абсолютно Бог со всех сторон человеку, человека подготовил, со всех сторон он его подготовил к небесам. Поэтому эту церковь мы с вами строим сегодня. Такую церковь мы должны с вами строить. Такую церковь Бог желает видеть в своем царстве здесь, на земле, говоря о поместных общениях. Мы вчера с вами рассматривали, что такое вселенская церковь и поместная церковь. Вы служители своих поместных церквей. Нынешние и будущие служители. И как часть вот этой вселенской церкви, вы должны быть похожи на тот образ, тот идеал, ту модель, которую Бог оставил нам, этого сообщества. И мы по своей природе человеческой какие берем модели? Мы берем модели мирские. Кто-то из церкви делает бизнес-организацию. Кто-то из церкви делает закрытый клуб. Кто-то из церкви делает политическую партию. Кто-то из церкви делает банформирование. Кто-то из церкви делает просто клуб по интересам. То есть мы по своей человеческой природе смотрим не на Божий стандарт, а начинаем вовлекать туда человеческий контент. Мирское. И говорим, что сам дурак, помните, как мир, как мир живет, как он мерит вокруг него. Он мерит это по себе, он мерит это по типу сам дурак, я самый умный. И мы начинаем мыслить, как мирские, мыслить не умом Христовым. Написано, у вас ум Христов. И мы, вместо того, чтобы строить церковь Божью новозаветную, за которую придет Христос, мы с вами выцеживаем комара, мы с вами с водой выплескиваем младенца, мы с вами маргинализируемся, то есть становимся сектами, которые ни с кем не общаются, никого не знают и ни с кем не хотят дружить и не хотят, чтобы кто-то о них знал. Всегда говорю, таким церквям хорошо попасть в войну. Поэтому, если это будет оккупирована территория, их враги не найдут. Это как партизан. Их не найдешь. Ты не знаешь, где они находятся. Их надо еще поискать. И не один год, наверное, пройдет оккупации, когда найдут эту церковь. Так вот, такую ли желает Бог увидеть свою церковь, которая выстраивает какие-то барьеры между людьми и собой, которую выстраивает барьеры между людьми и Богом, и которые говорят, вам Бога не постичь. В православной церкви до сих пор, в средневековье, потому что в средние века в католицизме, я не знаю, как у них сейчас, католиков, но верили, что ты Библию без священника не поймешь. Поэтому одно время вообще запретили мирянам иметь Библию, за это можно было сгореть на костре. Сегодня на костре, конечно, не горят, но говорят, без священника, без духовника, тебе Библию не понять, и вообще не нужно читать. Не говорю священник прямым текстом. Без священника тебе Библию не понять. Это преграда. Это преграда между Богом и человеком, который выстраивает сегодня в церквях. Я говорю обо всех церквях, и кто слышит, тот разумеет, и кто-то, возможно, найдет в чем-то даже и свою общину. Потому что перекосы есть у всех у нас. Несмотря на то, что церковь Христова наиболее приближена к библейскому идеалу, к библейской модели. Не на 100% приближена, но наиболее приближена. Все равно под Экуды, Инды, встречаются какие-то перекосы. Послание к Евреям, 12 глава, 22 по 24 стих. Прочтите, пожалуйста. Послание к Евреям, 12 глава, 22 по 24 стих. Пока вы находите, скажу, не забывайте, послание к Евреям это теологический труд, это богословский труд. Это мощнейшее писание, мощнейшее послание, которые людей, которые привыкли видеть церковь, там камни, которые фокусируют на том, что церковь это взаимоотношения и общение. Церковь, я даже пойду и скажу, что церковь это даже не люди. Церковь это общение. Потому что людей можно сейчас собрать, свистни, щелкни, купи пакетов или ваучеров. Тебе людей здесь будет, пруд пруди. Это еще не церковь. Церковь это общение. Так вот, мы говорим, церковь это люди. Люди есть и в партии, есть и на собраниях Гербалайф и Эмвейн. И на собраниях любителей филателлистов Марак. Но церковь это общение. С друг с другом и с Богом. Так вот, послание к евреям, это послание, которое перефокусирует людей с камней на общение. И вот что пишет автор послания к евреям, прочтите. Но вы переступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к нам Ангела, к торжествующему собору и церкви Беденцев, написанных на небесах, и к судье всех, к Богу и к духам праведников, достигших совершенства, к ходатру нового царета Иисусу, и к крови тропления, говорящие лучше, нежели Ангелу. Картина, которую описывает здесь автор, была очень знакома евреям, которые из Тары, а также из устных преданий, хорошо знали, что происходило на Синае, когда Бог давал беседа. Это описано в книге Иисусу, что были такие громые молнии, что евреи даже сказали, что мы не можем это слушать, и вытолкнули Моисея и говорят, иди сам туда, потому что мы влохнем, мы слепнем, мы пугаемся, мы не хотим этого видеть. И было сказано, что кто пересечет эту линию, человек или даже животное, и вступят на эту святую гору, они там лежат смертью. Поэтому краски, которыми описывает автор вот эту картину, которую вы сейчас прочли, он позаимствовал из реального события, которое происходило с евреями у Горосина. Только ныне эти краски описывают духовное состояние Церкви Божьей и описывают состояние Церкви Христовой сегодня на богослужении, на собрании, на какой-то встрече. Так как нет уже больше в Церкви Божьей завесы, поэтому мы имеем с вами духовно общение, общее с Богом напрямую, друг с другом и с Богом. И не забывайте историю с Елисеем, по молитве которого открылись глаза у его друга, и он увидел тьмы ангелов, которые их охраняли, которые их окружали. Мы не видим с вами духовного мира. Кто-то сказал, что если бы человек увидел духовный мир, он бы сошел с ума. Бог жалеет нас. Мы не видим ни доброго, ни злого духовного мира, который нас окружает, он реален. Он реален. И автопосланник евреев приоткрывает нам завесу этого духовного мира и показывает нам, насколько сегодня мы подошли к Богу близко в наших взаимоотношениях. Эти образы, эти иллюстрации показывают, что мы подошли к трону Божьему. Тогда евреи стояли у горы, у входа в зал. Ну, дальше они не пошли. И дальше в скине была завеса. И в зал, даже в предзале могли заходить только священники. В зал раз в году при развящении. Простые смертные евреи могли только входить во дворы. Язычникам вообще вход был заказан. Представьте, сколько было преград. А здесь, смотрим, вы подошли к трону. Подошли непосредственно к Богу. Что может быть еще лучше в Церкви Божьей Северной? Что может быть замечательнее в Церкви Господней, Царства Божьего на земле? Что еще мы требуем от Бога, того, что Он уже сделал и оставил нам, чтобы мы просто строили это? Чтобы мы учили людей это? А мы с вами начинаем надстраивать. Достраивать. У Макса Лукада есть история интересная. О человеке, который рыл колодцы в пустыне. Я не помню всей дословной идеи этого рассказа. Вернее, не помню дословной этого рассказа. Идея такова. Что человек рыл колодцы. Этими колодцами пользовались люди. И он каждый раз рыл и оставлял какого-то человека, чтобы он смотрел за этим колодцем. Доглядал за ним. За ним. И вот он вырыл очередной колодец, оставил человека и уехал, наверное, рыть дальше эти колодцы. И потом через время он возвращается и находит очень интересную картину. Этот человек придумал столько правил, придумал столько препятствий людям, чтобы они подходили к колодцу и убрали живительную муну. Там была и одежда, там было время суток, там было отношение, там был внешний вид, там было огромное количество того, что придумал человек, чтобы как бы организовать поток людей к колодцу. А оказалось, что никто им не смог пользоваться этой водой. Потому что те правила и те законы, которые он установил, они были невыполнимы. К колодец был, вода в нем была, живительная влага была. Но человек сделал так, что простые смертные к этой воде не имели доступа. Что-то подобное сегодня существует в наших церквях. Вообще в христианских церквях. Люди делают лишние законы, додумывают, наносят лишнее, что людям только мешает прийти к воде живой. Мешает напитаться этой влагой. Мешает, чтобы из чрева их потекли воды, реки воды живой. Давайте посмотрим следующую тему. Церковь в веках. Пророчество о церкви. Некоторые богословы считают, что церковь это был план Б. Что мог у Христа не получилось, что евреи познали его. Не получилось этого. Эту задачу не выполнил, евреи его не приняли. И потом, как бы временно, он основал свою церковь до своего прихода, установления тысячелетнего царства и так далее. Как бы временно, план Б. Я, конечно, утрирую, описываю эту теорию. Ей посвящены целые тома и целые книги. Но это вот такое самое простое описание того, что церковь не была изначально забудована Богом. Но пророчества, которых мы уже знаем, которые сейчас запишем, они говорят нам о том, что церковь была Богом задумана, она была Богом запланирована, и она, и Бог подводил народ к взаимоотношениям, которые есть в церкви. Самое первое пророчество вообще о плане Божьем, о Евангелии и вообще самое первое пророчество приходится на какой отрывок? Бытие 3.15. Это прототип вообще того Евангелия, которого мы читаем о том, как это было. О том, что будет война, о том, что будет борьба между семенем дьявола и семенем жены, и о том, что семя жены будет поражаемо в беду, но оно поразит дьявола Бога. Это образы, это символы пророчеств о Христе, пророчеств вообще о семени жены, то есть линии тех праведников, божьих людей, из коих потом вышел Христос, родился Христос. Недаром в двух Евангелиях нам даны подробная генеалогия Христа. Она дана не для того, чтобы просто доказать, что Христос был из рода Давидова или что Он был человеком, но она показывает нам всю преемственность праведников, которые принимали участие в подготовке мира к Евангелию. И тем самым оно доказывает, что исполнилось это пророчество о семени жены. Ну, конечно же, жарить в беду это нанести вред, но в сравнении поражать в голову, это вред не столь ощутимый, не столь разрушительный. Поэтому большинство комментаторов считают, что это проражение в голову, это есть страдание, мучение Господа нашего на голове. А проражение в голову это лишение власти ада, смерти, дьявола, крови Иисуса Христа и воскресения Господа. Бытие 15.5. Ещё одно пророчество. Пророчество, данное Аврааму, и некоторые его разумеют как двойное пророчество о Божьем народе, как евреям, физическом Израиле, и о духовном Израиле, как детях Авраама. Эту тему нам хорошо раскрывает автор посланий к Риму. Данил 2.44. Книга Данила 2.44. Царство, царство. И в одни этих царствах. Бог Небесный, в воздействии. В одни этих царствах. Это значит, что вот эта линия жены, пророки и праведники, они готовили это царство. Они это царство предвозвещали, и они строили этот царство, приход этого царства, они строили тот путь, к которому потом придёт Христос. И оно в веки не разрушится. Наполняет всю землю. Этот образ говорит нам о том, что это царство будет вселенским. Иеремии 31.31.34. 31.31.34. Пророчество о законе. Пророчество о новом законе. Потому что церковь это часть, закон это часть заветных взаимоотношений. Поэтому завет и закон, они важны очень, они необходимы в понимании церкви. Потому что церковь и вообще любые заветные отношения можно понять по закону. Вот как мы с вами поняли, что завет Моисеев был лучше завета Абрамова? Ну, читая заповеди, читая обетования, находя то, как Бог объяснял взаимоотношения между ним и Богом. Как мы понимаем, что закон Христов лучше закона Моисеева? Это же в сравнении. Мы видим это из текста. Мы видим смысл этого текста. Поэтому это важное пророчество, которое говорит, что наступят времена, будет новый завет, и природа этого завета будет внутри человека. Будет написано на сердце. Бог будет писать это на сердце. И не надо будет учить одного другому. Что это значит? Это значит, что у каждого человека здесь, сегодня, есть возможность самому иметь личное взаимоотношение с Богом. Это не значит, что не нужны учителя в церкви. Это не значит, что не нужны проповедники. Не бойтесь, братья. Это не против вас. Это о том, вы-то для чего нужны? Вы нужны для того, чтобы смотивировать. Не забывайте эффективно побудить. Но человек будет сам выстраивать свои отношения с Богом. Потому что Бог живет внутри него и пишет на его сердце свои законы, свою волю. Исайя 2, 2, 3. Вообще книга Исайя это наиболее пророческая книга как о Христе, так и о Царстве Божьем, о Церкви Христовой. 2, 2, 3. Знаменитое пророчество о горе, которая будет выше всех гор. Гора Дома Господня, гора, в представлении евреев, это был Сион, это Синай сначала, потом Гивал, Горизим и, наконец, Сион, где был построен город Иерусалим, где был поставлен храм, храмовая гора. И поэтому он говорит, выше всех этих гор будет Церковь Божия. Это духовная, безусловно, гора. И потекут в ней все народы. Как, представьте себе, как Бог, интересно, использует этот образ горы. По физике течет жидкость вверх или вниз? Вниз течет. Это физика. Северное тяготение. Поэтому все катится, все течет всегда сверху вниз. Это природа человека. А природа Бога, наоборот, будет такая сила в церкви, будет такая притягательность, что физика этого мира не будет работать. Не будут работать правила, не будут работать нормы, не будут работать традиции, не будут работать стереотипы. Люди будут меняться. Там, где будет поставлен крест, образно говоря, крест, люди будут возрождаться, будут исцеляться, будут меняться. Там, где будут читать их законченными наркоманами, бандитами или какими-то больными людьми, все будет меняться. Физика поменяется, будут вверх люди идти. Хотя обычно катятся все, говорят, скатываются вниз, пошел по наклонной. Но в Царстве Божьем все наоборот. И потекут, не просто пойдут, а потекут. Другими словами, Бог вспять повернет. Этот мир. И течь будут наобороты снизу вверх. Вот какая должна быть церковь. Вот какой церковь мы должны молить у Господа. Вымаливать у Господина жатвы такую церковь, чтобы в нее текли народы. Вот какой церковь мы должны прикладывать максимум усилий. Не ставить заборы для этих народов. Не говорить, что сам дурак я лучше всех. А делать такую церковь, чтобы люди вот на зло всей физике, на зло всем правилам этого мира шли в церковь. Вот чем мы должны заниматься. Вот что должно мучить нашу голову. Вот что должно не давать нам спать ночами. Не должно давать нам покоя днями. Не то, что чем я лучше тебя и почему я буду, почему моя парковка уже на небесах забита, а ты там и не будешь на небесах. Не об этом мы должны мучиться. Не об этом мы должны страдать. Не об этом мы должны устраивать диспуты и круглые столы. А о том, как сделать так, чтобы к тебе потекли все народы. Потекли, не просто пошли, поползли, которых ты будешь тянуть сирком и пряником заманивать. Вот что должно нас мучить. И не должно давать нам покоя. И это будет тогда исполнение пророчества. Это будет молитва наша. Вот то, что должно заботить нас, дорогие. Следующая, Матфея 4, 17. Приблизилось Царство Небесное. Скорое приближение Царства Божьего. Иисус в Марках 9 главе говорит, «Некоторые из вас не упусят смерти, так увидят Царство Божье, пришедшее в силе». Сколько там было? Два, три года. Не три года, год, два. И на самом деле Царство Божье пришло. День Пятидесятницы. Возвращаясь к книгу Исаии, 11 глава, «Мир и единство». Пастись будет лев и ягненок, волк и теленок, и так далее. Рядом, друг с другом. Это пророчество о мире и единстве внутри Церкви. Вся одиннадцатая глава. Вся одиннадцатая глава. И вся тридцатькатая глава. О том, что будет путь. Будет путь. «Я истинная жизнь», — сказал Иисус. И вот это пророчество о дороге, тридцатькатая глава, она короткая, о пути. Там льва не будет на этом пути. Хотя Петр говорит странно, говорит, берегитесь этого льва, он как сатану, он как рыбный щелев ходит, ища кого поглотить. А Исаий говорит, не будет на этом пути льва. Это противоречие, как вы думаете? На самой дороге не будет. На самой дороге не будет. А если я сойду с дороги и подумаю, вот она дорога, вот, я умнее всех, я пойду другой дорогой. И поэтому я скажу, что здесь лучше, я правильнее выбрал путь. Вот здесь льв и будет, и ты попадешься ему в лыщата, и попадешься ему в лапы, это мой львов. А если ты будешь на пути, на пути, который с Христос, на взаимоотношениях со Христом, на жизни со Христом, львов, и он будет тебя охранять, и он будет тебя оберегать. То как только ты впустишь в сердце свою идею иного пути, улучшенной дороги, улучшенного пути, пути так, чтобы там меньше людей было, особенно меньше плохих людей было, меньше людей, которые по-другому думают, по-другому вертят. Вот, вот, чтобы там я один пошел по этому пути, и мои лучшие-липшие друзья, с которыми я хожу на пиццу, вот там-то ты и попадешься, вместе со своими друзьями. Числа 23.9. Возвращаемся вглубь, в историю более ранней пророчества церкви. Числа 23.9 и 24.17. Там пророчества о церкви и о Христе. 23.9 и 24.17. Это то малое, что мы можем с вами рассмотреть по пророчествам о церкви. Это то малое. Пророчеств на самом деле много. Начинайте с 40-й главы Исаии по 66-ю главу, там в каждой главе пророчества церкви. По несколько пророчеств о церкви. И взаимоотношения с Богом, взаимоотношения с внутри церкви разных людей, разных социальных слоев. И по поклонению Богу, по воскресному дню. Вот все это есть у Исаии. Это есть у других пророчеств. Это донные пророчества, так называемые. Какие вы еще знаете пророчества о церкви? Ваши идеи. Если можно, Даниила, где он говорит о том, что... 244, да. Мы уже говорили, да. Камень. Еще какие-то пророчества о церкви. Мы как бы самые такие известные рассмотрели, но не все известные. Может быть, что-то мы упустили, и вот у вас есть какая-то идея. Из Игилля. Из Игилля. Что там? 36.26.28. Попишите это пророчество. Ну и вложит сердце. Это, по-моему, Иеремия, которая... Повторяется, да? 36.26.28. Хорошо. Еще какие пророчества? Да, это уже пророчество самого Христа на этом камне. А что это за камень? Что для еврея было камнем? Для еврея камнем это была основа, на котором строился дом, прежде всего. Это каменная основа. Помните конец Нагорной проповеди Иисуса Христа? Он говорит, кто на песке построит, кто на камне построит. Там же пустынная была местность. Там вроде бы как каменистая земля, вроде бы как твердая земля. Но очень часто были наводнения, очень часто были и землетрясения, и какие-то сувы, почвы. Поэтому очень важно было строить на правильном основании. Камень это не вот тот, в моем понимании, в нашем понимании, камень, где можно одной или двумя ножками стоять. Вот такой, знаете, валун такой, или окатыш, который там в море. Это не тот камень. Имеется в виду камень, это основа. А что такое основа? Основа, что кроме тебя, Христос, ничего, ни другой основы нет. И на этой основе, на этом Христе будет построена церковь. То есть для Христа основой церкви является, что Он Сын Божий. Некоторые путают, говорят, что это на Петре будет основано, на этих словах будет основано, на этой фразе будет основано. Да под фразой Христос виден. Для чего Он задавал этот, Он мог какую угодно сказать фразу. Для Него главное было, что Он есть Сын Божий. Он есть Тот, Кто обещан был Иеговой. Он есть исполнение этих правительств. Ну, мне кажется, крепкая важность, не облегает мне праведники безопасности. Да, можно и это тоже отчасти, это как и двойное пророчество. Неверное 24-7. Ну, вы называйте. Неверное 24-7. Не надо. Да, вы говорите, зачем вы мне называете места. Чтобы знать у меня, что я Господь. Сердце, плотяное, да. У плотяном и каменном сердце. Вновь. Это отношения внутренние. Помните, мы говорили, что Адам и Ева, личные отношения. Потом семья, потом народ, потом мир. Но при этом, чем больше стало, Бог возвратился на отношения, как в Эдеме. Личные взаимоотношения. Только стал еще ближе. Стал спасителем. И стал жить еще и внутри. Вот она, благодать. Город убежище, куда могли разбойники. Город убежище. Это как бы двойное пророчество. Потому что город убежище, это было в Ветхом Завете место, где мог скрываться человек, либо невинно совершивший убийство по-нечаянному, либо человека, которому было... Ну, в любом случае, человек, который рисковал своей жизнью. А церковь, город убежище, который... Который всякий, кто там будет внутри, он будет спасен. Он будет охраняем Бога. Еще какие варианты? Ну, сейчас уже мы с вами переходим незримо в тему образов, в тему символов церкви. А вот именно, давайте вернемся все-таки в пророчество. Где сказано, будет так, будет так. И вот мы в этом будем усматривать как церковь. Иоанн Креститель, он был как тот, который приносит путь в Господу. И вот какие там будут ценности, что будут возвращены отношения между родителями и детьми? Да, взаимоотношения, да, церковь, это пророчество о том, что будет... Хотя Христос потом позже будет в Евангелии говорить, что вражду положу. Между родными. Будет разделение, станут врагами. И поэтому Иоанн тогда говорит о взаимоотношениях уже внутри церкви. Но Евангелие, как и сам Христос, станет камнем преткновения для многих людей. Станет прецедентом для войны. И межсемейной войны начнется прежде всего с семьи. Еще. И защищу с ними вечный завет, по которому время отплачусь одни в Евангелии. И страху вам вашу совесть, чтобы они не отступали от него. Вот, пророчество о вечном завете. Это кто? А унивремя отрицает, предоставая главу. Ну, по-моему, мы уже его говорили. Да, эра Духа Святого. И хоть мы с вами и помним, что из Даров Духовных, что Святой Дух сегодня не проявляет себя в тех формах, которых он проявлял себе в ранней церкви, но он никак не стал меньше, его не стало меньше Святого Духа в нашей жизни. Он просто в других формах себя проявляет. И самая главная форма то, что ныне мы с вами являемся храмом Святого Духа. И Павел говорит, что и вы, он задает вопрос, это для него риторический вопрос, вы разве не знаете, что вы храм Святого Духа, и вы не свои, вы уже себе не принадлежите. Потому что если ваш дом вселится в человек на всех правах, то этот дом уже не ваш. Он вам уже не принадлежит. Только на всех правах. Документы подпишет, все, все, все. То есть вы согласитесь ему его продать, заберете деньги, вы не сможете через год прийти и сказать, а верни мне дом. Когда мы крестимся, мы с Богом соглашаемся, написано, что мы это присвидетели. Бог входил в меня. И нельзя уже через полгода сказать, я хочу жить вот другой жизнью, Господь. Нет, можно, конечно, вытолкнуть места из дома. Но представьте себе, в каком тогда человек будет в состоянии в отношении к Богу, в каком он статусе будет. Он будет врагом Божьим. И страшно впасть. Конец 22-го. О доме, о пире, да? В ноль и дни. В ноль и дни, да. Это тоже есть свое пророчество. Да, вы будете моим народом. И Петр хорошо описывает это, да? В первом своем послании, в первом своем послании, о том, что мы царство священников. Мы царство священников, и мы устраиваем из себя дом духов. Ну, в принципе, хорошо, молодцы. Достаточно пророчеств. Их на самом деле очень много еще. И где-то начиная с 54-55 главы Исаии, там вообще говорится, что это новый город, новый Иерусалим, новая страна, новые взаимоотношения. Это пир, это врата. И многое-многое другое. Теперь мы с вами начнем новую тему. Новую тему, которая будет состоять из нескольких подтек. Это большая тема, как мы ее назовем таким образом. Модель Божьей Церкви. Ну, я не знаю, какая. Модель Божьей Церкви. Помните, мы вчера с вами говорили, что в строительстве есть классические основы строительства. Чего угодно. От сарая до небоскреба и дворца. Есть определенные основы. Фундамент, пропорции, распределение силы тяжести. Ну, и какие-то части дома. Потому что, если вы построите дом без крыши, он начнет разваливаться, он начнет цвести и так далее. Поэтому есть определенные основы, которые, ну, как бы, это заповеди строительства. Но то, что вы будете уже по этим заповедям строить, это будет ваше право. Будете строить летнюю террасу, будете строить дом с мезонином, будете строить дворец, будете строить супервысокий небоскреб. Это уже ваше будет полное право. И люди некоторые путаются. И они говорят, что Божья заповедь это то, чтобы мы везде, всегда, по всем странам строили одноэтажные ангары. Вот тогда это будет церковь Иисуса Христа. Вот только так она должна выглядеть. Забывая, что Иисус Христос остался на основе строительства. А то, какой, как будет выглядеть эта церковь, образно, конечно говоря, ему, по сути дела, все равно. Потому что образ жизни и общения, и образ поклонения церкви в раннем, новом завете, который мы читаем, был совсем другой от нашего, отличался от нашего. Образ жизни и общения, поклонения церкви в Америке отличается от нашего. В Азии отличается от нашего. В Африке отличается от нашего. Классический пример. Наверное, я вам рассказываю. О том, что приехал миссионер в какую-то далекую, далекую африканскую деревушку. Начал там церковь. Пришли люди, пришли к евангельсам. Повиновались евангелью. Первое благослужение. Женщины с голым торсом пришли. Западного мира, западного воспитания. Человек, как это, в церкви с голым торсом женщины. А у них это нормально. Они так всю жизнь ходят. И никаких там мыслей не возникает. Потому что они с самого детства, это образ их одежды. Женщины с голым торсом ходят. Везде и всюду. И в церковь даже пришли. Ну, поехал он к себе домой, накупил футболок. С овеном Христа, там кресты, там все красивые футболки отлично. Я, овечка Господня, там все что угодно. Классный, красивый футболки. Приехал, подарил. Думает, фух, слава богу, можно хоть фотографии нормальные сделать. Я же для отчета. Приходят на следующее воскресенье с вырезанными футболками, но вырезанной грудью. Это их представление. Это их культурный контекст. Культурный код. Это их вот, это их жизнь. Он это не понял и никогда не поймет. И мы этого тоже никогда не поймем. Ну, представьте себе, сейчас к вам в воскресенье утро приходит на богослужение женщина с голым торсом. Некоторые мужчины футболки не воспринимают. А голый торс, это будет, наверное, шок. И минутная пауза, как вы говорите. Поэтому, то какой будет церковь? Как она будет выглядеть по архитектуре? А мы иногда рубимся с вами. Вот рубимся, сечем, не на жизнь, а на смерть. Окна должны быть витражные. Окна должны быть полукруглые. Или окна должны быть квадратные. И проходит время. Сатана уже выстроился вокруг клубы ночные. Все же выстроил. А мы остановились на полдороги. И друг с другом спорим. Церковь не растет. Крыши еще нет. Ничего нет. Мы на окнах остановились. Год, второй. Мы спорим друг с другом. Какие должны быть окна? Уже начала разваливаться штукатурка, отваливаться. Уже начало течь здание и сыреть. А мы еще спорим, какие должны быть окна. Это только на окнах. А крыша какого цвета? Мы вообще застопоримся. Мы вообще до этого уровня даже не дойдем с вами. И из чего она должна быть? Из финской черепицы должна быть. Или из американской черепицы. Или нашу подешевле купить. И вот так мы с вами мучаемся, страдаем. Вместо того, чтобы использовать модель, правильную модель церкви, которую Бог нам оставил. Все остальное это ваше полное право. Исходя из вашего контекста. Из культурного кода, который есть у вас. Из времени, которое вам оставлено. К примеру, в новозаветной церкви была практика отправлять людей с письмами. И хвалить их за то, что они принесли это письмо. Их просить, чтобы их приняли. И они отвечали, возможно, на вопросы. Передавали что-то в устной форме. У нас сегодня есть электронная почта. Вайбер. Не надо никого уже посылать. Не надо никого хвалить. Напиши лично. И получать церковь это письмо. И все. И в новом завете написано, я отсутствую у вас телом, присутствую духом. Сегодня включи скайп, и ты будешь и телом, и духом присутствовать с этой церковью. Все, тебя будут видеть. Меняется время. И меняются некоторые моменты. Потому что они не важны. Потому что это не модель той церкви, которую оставил нам Господь. Которую мы должны выстраиваться. Поэтому мы будем в подтемах говорить о некоторых вопросах, которые являются моделью церкви. Которые являются, ну, как по-нашему, как мы любим называть, вопросами спасения. Нам это ближе, да, некоторым будет. Вопросы спасения у вас уже. Тогда понятно, что ты хочешь от вас. А то какие-то дома. Что ты говоришь конкретно. Вопросы спасения. Которые я пойду в рай по ним. А другие пойдут в ад. Вот мы и рассмотрим эти с вами вопросы. После перерыва.